Поговорим о диагностике. Очень важная тема это самодиагностика организма. Мы вот машины ставим на диагностику, как она работает, какой там выхлоп, СО, МО и так далее, смотрим все. Но что касается самих себя, это мы просто-напросто как-то не замечаем, а то так, будем говорить, относимся очень и очень несерьезно к этому вопросу. Например, вот такой вопрос мне задали. Это, говорит, у меня частое газообразование. Вот что это такое? И расскажите об этом подробно. Газообразование у человека можно использовать как важную диагностическую процедуру. Вообще, о образовании газа в организме человека и их выделению через прямую кишку занимается такая наука флатология. От слова флата это ветерок и значит это наука о ветрах, которые образуются в организме взрослого человека. Значит, у взрослого человека в желудке кишечника постоянно содержится от 200 до 1 литра газа. И это нормально. То есть в желудке содержится газовый пузырь для того, чтобы он давил вниз. Как только мы переедаем и этот газовый пузырь, он просто-напросто открывает клапан и мы значит в виде икоты выбрасываем лишний воздух. Значит, процесс эдификации помимо ее из кишечника в норме за сутки выводится около 600 миллилитров газов. От 100 до 2000 миллилитров по разным источникам. Значит, то, что мы называем пуком, по-научному называется флатос. Итак, флатология. Значит, что надо знать о метеоризме? Так, в общих чертах. Я вообще эту беседу разбил на две части. Вот такая вот обзорная и потом то, что я диагностическое буду говорить. Значит, при метеоризме объем выводимого газа может досягать трех и более литров. Состав газовой смеси у здоровых людей следующий. Азот от 24 до 90 процентов. Углекислый газ 4,3-29 процентов. Кислород от 0,1 до 23 процентов. Водород от 0,6 до 47 процентов. Метан от 0 до 26 процентов. А также небольшое количество сероводорода, аммиака и летучих меркоптанов. То есть, это тех веществ, которые мы определяем по запаху. Значит, откуда теперь берутся вообще этот газ? Будем так говорить. Источник поступления газовой смеси в кишечник. Основные источники поступления газовой смеси в желудочно-кишечный тракт это заглатывание воздуха и диффузии газов из плазмы крови. Проглоченный воздух основной источник поступления газовой смеси в желудок. В среднем при заглатывании 10 миллилитров жидкости в желудок поступает около 17-18 миллилитров газа. Таким образом, при употреблении в сутки 1,5 литра жидкости в желудок попадает около 2600 миллилитров газа. Но к этому количеству необходимо добавить объем газа, который попадает при проглательной твердой пищи и слюны. Средний здоровый человек совершает около 600 глотательных движений в сутки. При каждом глотке воздух в желудок поступает в среднем 2-3 миллилитра воздушной смеси. Быстрая еда с недостаточным пережевыванием, проглатывание больших кусков пищи, разговоры во время еды могут приводить к увеличению объема проглатывания воздуха и увеличению газового пузыря в желудке. Но вообще-то газовый пузырь регулируется, поэтому лишнее как-то там не зайдет. У лиц, страдающих воспалительными заболеваниями носоглотки, а также с плохо подобранными зубными протезами, могут возникать более частые глотательные движения, что приводит к увеличению объема заглатывания воздуха. Метеоризм. При нарушении соответствия между образованием газа в кишечнике и их отсопцией, то есть всасыванием и удалением, возникают условия для избыточного скопления газа в желудочно-кишечном тракте, что приводит к развитию метеоризма. Одного из самых распространенных септомов, встречающих более чем у 90 процентов гастроэнтологического профиля. Вот так это называется. Интересно. Итак, причины избыточного содержания газа в кишке. Можно условно выделить несколько видов метеоризма. Алиментарные. Возникает, например, при значительном количестве непереваренной клетчатки в рационе. То есть мы знаем, что жвачные животные, слоны, носороги, коровы, лошади, при потреблении растительной пищи, у них там вырабатывается значительное количество газов. То есть это нормальные газы, возникающие от клетчатки. Как только мы переходим на режим питания с увеличенным количеством клетчатки, значит у нас возрастает и количество выводящихся из организма газов, то есть ветерка. Дигестивный. Возникает в результате нарушения процесса полосного пищеварения, например, при панкреатите, желчнокаменной болезни. Вот это уже, смотрите, стоит обратить внимание. Если мы не едим слишком много клетчатки в растительной пище, а у нас возникает повышенное выделение ветра, то уже надо задумываться, как у нас тут панкреатит, желчнокаменная болезнь или нет. Избыточный рост бактерий в тонкой кишке приводит к тому, что бактериальное расщепление пищевого субстрата начинается уже в верхних отделах тонкой кишки, в результате чего освобождается большое количество газов, то есть это уже дисбактериоз, то есть если у нас нету, мы нормально питаемся, то есть не клетчаткой, желудочно-кишечный тракт вроде в порядке, а избыточное количество у нас газа возникает, это говорит о том, что у нас просто-напросто дисбактериоз начинается. Он пока начинается. Далее механические при опухолях стенозах кишки, динамические вследствие нарушения двигательной функции желудочно-кишечного тракта, динамические, то есть пища либо чрезмерно долго остается у нас в желудочно-кишечном тракте, начинает гнить, либо она быстро проскакивает, тоже вот такие вот вещи, это уже надо смотреть по стулу, твердый стул, то есть есть запор и газы, это значит к этому относятся, нету запора, есть понос и газы, это значит относятся к вот этому. Циркуляторный при нарушениях кровообращения, психогенные, за счет спазма гладкой мускулатуры кишки и замедления перистальтики и, наконец-таки, высотные вследствие снижения атмосферного давления при поднятии на высоту, когда газы расширяются, давление в кишечнике увеличивается. Клинические проявления, это неприятный запах изо рта, отрыжка, урчание в животе, позывы на дефекацию, боли в ждутие живота, повышенный объем и зловонность выпускаемых газов, непроизвольное испускание газов, снижение качества жизни. Еще разок поговорим об избыточных причинах содержания газа в кишке. Алиментарные, от питания. Значит, смотрите, проверяем, что вы едите. Растительное – слишком будет много. Если слишком много – сладкое – тоже будет образовываться. Поэтому, если вы едите в клетчатке нормальное количество, но при этом образуются газы, значит, надо обратить внимание, что вы употребляете. А именно, это сладкие продукты, это крахмалистые продукты, особенно из муки мелкого помола, белый хлеб, дрожжевые продукты. И также надо обратить внимание на фрукты. Когда вы их едите, бывает, человек все нормально есть, но тем не менее у него образуются газы. Газы образуются в кишечнике из-за того, что идет неправильное последовательность потребления пищевых продуктов. А именно, смотрите, если мы покушали с вами и после съели там яблочко, горошу, сливы, там еще виноград, то, естественно, эти вещества, у нас продукты перевариваются в тонком кишечнике. А если тут уже лежит мясо с картошкой, то желудок закрыт. Это содержимое туда не пройдет. Значит, все это забродит наши фрукты, также забродит наши сладкие компоты, чаи, которые мы пьем после еды. И у нас будет повышенное образование газов. То есть, повышенное образование газов это следствие того, что идет неправильное пищеварение, а именно там идет бактериальное расщепление. И вот это бактериальное расщепление, бактериальная флора, она может быть для нас как полезной, так и вредной. Не раскармливайте у самого себя ту микрофлору, которая, которая в конце концов может использовать наш с вами организм для того, чтобы просто-напросто есть. Не раскармливайте ее. Значит, первое это регулировка с помощью питания. А именно, жидкости, такие как компоты до еды, а не после еды, в результате нарушения процесса полостного пищеварения. Но тут панкреатит и желчнокаменная болезнь мы ее отбрасываем. Это уже другая область. При избыточном бактериальном росте в тонком кишечнике. Вот это вот нас и интересует. Потому что здесь большую роль играет, что мы едим и объем употребляемой пищи. Если мы с вами съедаем нормальное количество пищи, которую наш организм успевает переварить, успевает выделить желудочно-кишечные соки, ферменты и все это успевает перевариться, газоотделение у нас идет нормальное. Если же мы переели или неправильно съели, то вот этот субстрат, пока организм у нас что-то усваивает одно, его начинают разлагать бактерии с повышенным выделением газообразования. И вот эти бактерии, они также начинают разноситься по всему организму и помимо допустим полости в желудочно-кишечном тракте, они начинают жить и в других органах, вызывая там какие-то неблагоприятные болезненные изменения. То есть вот это вот будем говорить повышенное ветрообразование, особенно когда мы чувствуем, что у нас изменился и запах, это говорит о том, что определенная микрофлора взяла вверх в нашей желудочно-кишечной микрофлоре и начинает, будем говорить, играть первую скрипку, начинает диктовать что, что и как. Это уже способствует тому, что через какое-то время у нас могут возникнуть серьезные заболевания, вплоть до онкологии. С чего начинается? Эти бактерии начинают для себя строить тела, особенно если это грибковая колония, она начинает строить грибковое для себя тело внутри полости желудочно-кишечного тракта, либо расселяется, она это делает в любом месте, в любом месте, куда она распространяется и доходит. Если у вас повышенное отделение газов, если они имеют какую-то обонятельную окраску крайне неприятную, это говорит о том, что у вас уже серьезный дисбактериоз, который просто-напросто, если его пустить на самотек, он в течение времени разовьется в то или иное серьезное заболевание. Допустим, через пять, через десять, через пятнадцать, двадцать лет и так далее. И в конце будет опухоль где-нибудь, потому что это все ведет к тому. Значит, здесь регулируем питанием раз меньше сладкого. Правильно питаемся. все это сбалансированное. Не переедаем. И если уже у вас дисбактериоз бушует во всем, как мы действуем? Лично как я действовал? Я беру семя тмина. У меня имеется черная семя тмина. У меня имеется семя тмина обычная. Я брал примерно пол чайной ложечки и утром натощак глотал. Семя тмина неразжеванная. Идя по желудочно-кишечному тракту, от наших желудочно-кишечных соков, начинает размокать и в области тонкого кишечника, толстого кишечника, начинает выделять свои вот эти фитонцидные ароматные вещества, которых крайне не любит патогенная микрофлора. Та, которая нужна остается, а вредной нет. Более того, по всему желудочно-кишечному тракту, особенно по кишечнику, эти семена, то там останавливаются, то там застряли, или еще, как бы сказать, вот все эти кармашки начинают прорабатывать. И я был очень доволен, потому что от того, что человек использует молочную пищу в огромном количестве, такие вещи, от того, что он использует сладкую пищу, любит компоты пить и неумеренно опять-таки повышенное ветрообразование идет. И плюс, если мешанину там различную все это намесил, то у него там повышенно выделяются, значит, ветры. Причем они имеют плохую обонятельную окраску. Все это можно решить с помощью нормализации питания и использованием вот таких вот средств, как черный тмин. Можно использовать и тратчатку. Она также проходит по всему желудочно-кишечному тракту и делает вот такие вот вещи. Ну, тмин я просто считаю более, так сказать, вариант лучше в том смысле, что его можно дольше применять. То есть изменение этой микрофлоры, важно понимать, происходит при изменении пищи, объема пищи и неправильном потреблении той же самой пищи. Ну, плюс там эмоциональный фактор, но мы это не берем. Вот о чем я хотел с вами поделиться. Вам понравилось? Будьте добры, позвоните в колокольчик и поставьте лайк.